Приветствую всех на канале Скорпион ТВ. Сегодня речь пойдет о стоимости царских бонн периода Николая II. Я расскажу как определить резкие разновидности, ну и покажу варианты по продажам и примерной стоимости на сегодняшний день. На примере ресурса Violet. Как видите, стоимость данных бонн разная. При этом, в общем-то, эмиссия на каждой купюре стоит с одной датой. Серии разные, но дата на всех одинаковая. При этом боны, в общем-то, выпускались различными, в различный период. И как определить, в какой период от Чеканина была данная бона, следует, в общем-то, знать такой вот вариант. Я сделал скриншот для всех. Рекомендую, в общем-то, заскринить себе, либо выписать. В общем-то, на каждой боне указан управляющий. И обратите внимание, периоды действия управляющего были разные. То есть, на более частые боны это с подписью Шипова. Он был управляющим с 1914 по 1917 год, когда уже советский период был, в общем-то, после революции упразднили эту должность. Так вот, и после революции, в общем-то, была эмиссия этих денег. При этом, хочу сказать, что как определить, допустим, царский период, или, допустим, советский период, или период временного правительства, поможет, конечно же, в общем-то, управляющий в связке с кассиром. Ну вот, смотрите, сразу по стоимости хочу сказать. Шипов будет стоить несколько дешевле. Коншин будет стоить чуть дороже, а Тимашевы и Плески, они встречаются несколько реже, и стоимость данной боны будет значительно выше. При этом следует учитывать, конечно же, и состояние. Потому что, если же есть надрывы, пятна, скажем так, потертости, то цена будет значительно ниже. Даже если это тот же будет Тимашев или же Плески. Вот, дополнительно еще, скажем так, для ваших знаний следует обращать внимание на серию. Этот, скажем, вариант не на всех бонах действует. Ну, допустим, на 1 рубле я покажу вам. Если вы видите серию номера однозначный, двузначный, трехзначный, это период уже после 1914 года эмиссия. И, естественно, это будет там, скажем так, встречаются даже боны, которые с одинаковым серией номеров. Это не является копиями, подделками. Это просто уже, скажем так, в период 17-го, после 17-х года, мала смена, в общем-то, начиная напечатать денег в нужном количестве. При этом даже не меняя клише. А вот царский период до 1914 года имел шестизначный вариант, значит, номера. И каждая бона имела свой индивидуальный номер. Естественно, и стоимость. Вот обратите внимание, значит, стоимость данной боны, то есть ее можно купить за 31 гривну. А я сразу хочу сказать, что 1 рубль на сегодняшний день, средняя цена, это 30 гривен. То есть менее 1 доллара. Ну и вариант царского периода, обратите внимание, 165 гривен. То есть это фактически в 5 раз дороже, чем предыдущий вариант. 5 с лишним. При этом, обратите внимание, здесь управляющий Плецкий. То есть это наиболее, скажем так, старый выпуск. И стоимость ее будет удваиваться даже не от того, что серия здесь шестизначная. А от того, что здесь, в общем-то, один из первых управляющих, который начал выпуск данной боны. Ну и варианты. Для тех, кто, в общем-то, не верит по стоимости, обратите внимание. Здесь вариант купить сейчас. И вот видите, период остается все в пределах 30 гривен. Ну 31 я даже это не считаю. Ну, скажем так, все, в общем-то, имеет свою цену. Естественно, есть варианты дороже. Кто-то хочет, допустим, там и 50 гривен за эту бону. Но, возможно, она там, скажем так, с редким, то есть в связке с редким кассиром. Это тоже повышает стоимость. Но это уже, скажем так, для продвинутых пользователей. И, естественно, скажем, без определенной специализированной литературы вы вряд ли с этим сами справитесь. Ну и варианты, обратите внимание, я еще раз выборку сделал по продажам. Как видите, 120 гривен и 30 гривен. Шипов, протопопов, шипов, сафронов. А вот тот же вариант, о чем я говорил. Редкие есть, скажем так, редко встречаются некоторые связки управляющего и кассира. Поэтому стоимость их будет несколько дороже. Ну и вот, о чем я говорил. Вот, обратите внимание, я вам открою. Крупно, значит, бона 1 рубль. Серия здесь стоит до 1914 года. Шестизначный номер. А вот шипов сафронов. И стоимость ее 401 гривна. При этом сама бона, обратите внимание, может сказать, в идеальном состоянии. Ну, скажем так, даже кривический музей. Ее из музея кто-то дернул. Ну, да ладно. Значит, по 3 рублям. Значит, эмиссия имела дату 1905 года. Стоимость ее на сегодняшний день также от 30 гривен. Ну и видите, варианты купить сейчас. Я вам показываю. Можете посмотреть. Кто, как говорится, не верит, может зайти на ресурс Виолити и купить себе за 31 гривну. Вот, также, смотрите, коншин овчинников. Купюра в достаточно неплохом состоянии. Хотя я уже говорил, что коншин встречается несколько дешевле. То есть, дороже. Продается и встречается чуть реже. Но при этом, вот, обратите внимание, за 31 гривну. И про вариант продаж. Также Шипов и Гриорий Иванов. Я хочу сказать, что, значит, среди бон встречаются редкие, значит, связки управляющего и кассира. К примеру, для 3 рублей это коншин и Иванов. А вот, вот, обратите внимание, 419 гривен было 25 декабря. Продана данная бона. Вот, в общем-то, и такой вариант. Следующий. Значит, 5-рублевая бона. Также, значит, она имеет эмиссию 1909 года. Но стоимость ее тоже, также от 30 гривен. Здесь имеет место правило относительно серий. Я хочу сказать, что, допустим, есть серии с шестизначным номером. И серии, вот, как я уже сказал, с трехзначным номером. Ну, в общем-то, стоимость вы видите, количество продаж видите. И, в общем-то, тут комментировать нечего. Встречаются они достаточно часто. Для тех, кто, в общем-то, не верит. Вот, раскрыл дополнительно коншин. Опять-таки, обращаем внимание, что это не Шипов. Мец. Мец это кассир. И вот состояние самой боны. Вы видите. Достаточно в неплохом состоянии. И можно ее прямо сейчас дойти и купить за 31 гривен. Так, 10-ти рублевая. Она также имеет эмиссию 1909 года. И стоимость ее будет несколько дороже. Это примерно от 50 гривен, если в достаточно неплохом состоянии. Здесь, в общем-то, шестизначный номер на всех стоит. Поэтому следует обращать внимание на связку управляющий и кассир. По кассирам можно определить также примерный выпуск. Но, в общем-то, также, видите, я пролистываю достаточно быстро. Почему? Потому что, ну, в хорошем состоянии легко можно купить бону за 50 гривен. Так, 25 рублей имеет также эмиссию 1909 года. Здесь уже изображен Александр III, император предыдущий. С этой уже боны идут уже, значит, портреты императоров. Поэтому, значит, данная бона более-менее в хорошем состоянии доступна от 150 гривен. Ну и варианты купить сейчас. Так же самое, обратите внимание. Можете посмотреть. Естественно, большую роль играет, я уже сказал, состояние. 70 гривен, видите, немножко, так скажем, подъеденное, подтертое. Ну и за 150 гривен, вот вариант, видите, в достаточно неплохом состоянии. Есть небольшие замятины. И вот, скажем так, кто-то отгрыз уголочек, но не критично. В целом, цену, видите, прям купить сейчас можно поторговаться от 100 гривен. А можно купить за 150 гривен без всяких проблем. Значит, следующая бона 50 рублей. Она имеет эмиссию 1899 года. На ней портрет Александра II встречается достаточно, скажем так, реже. Здесь варианты по продажам. Не купить сейчас, а по продажам. И стоимость данной боны будет примерно от 300 гривен. То есть, в достаточно неплохом состоянии можно приобрести. Но, если же, допустим, варианты относительно управляющего и кассира будут, скажем так, в редком варианте, в редком, скажем так, встречая, редко встречающейся, то стоимость будет, в общем-то, несколько дороже. Так, и еще две боны осталось. Это 100 рублей. Эмиссия 1911 года. От 350 гривен доступна данная бона. Здесь вариант купить сейчас. Обратите внимание, даже с 50 гривен. Но при этом обратите внимание ее состояние. А вот, я пролистаю дальше. То есть, видите, в пределах 150 гривен еще можно приобрести более-менее в неплохом состоянии. Будут загибы, будут пятна, ну, там, допустим, какие-то мелкие повреждения. Но при этом есть несколько предложений. А вот, ну, и, скажем так, от 250, так, вот, обратите внимание, 350, как я уже сказал, гривен. Можете посмотреть состояние самой боны. Я полистаю вам, покажу. Состояние достаточно неплохое. И вариант купить сейчас, без всяких проблем. В общем-то, я не хочу сказать, что это идеальный вариант. Но, в принципе, достаточно, скажем так, неплохой. А вот, естественно, по лучше состоянию, если будут боны, то стоимость их будет несколько выше. И, наконец, 500-я купюра бона. Эмиссия имеет 1912 года. Стоимость будет от 350 гривен. Но, как правило, будут несколько дороже. Здесь варианты продаж. Обратите внимание, вот, в общем-то, 18 декабря за 18 гривен была продана. Я не буду даже открывать. Но, как правило, вот, все зависит от состояния. Достаточно большая, скажем так, по площади самобона. Мягко говоря, как еще любят говорить, портянка такая. Завернуться в нее можно. Но, в общем-то, встречается достаточно, я бы сказал, не часто. Потому что данная бона, представьте себе, 500 рублей. Все-таки это большие, я бы сказал, огромные деньги на период даже эмиссии 1912 года. Ну и, к слову, хочу сказать, обратите внимание, есть еще 500 рублей 1898 года. Так вот, такая бона, если в достаточно неплохом состоянии, будет стоить от 50 долларов и выше. Ну, по сами видите, в общем-то, проходы, как я уже сказал, 350, 400, 500, ну и, допустим, даже вот варианты за 150 гривен была продана. Ну и вот, как вариант, за 1500 гривен. Но, сразу хочу сказать, это речь идет исключительно за состояние. Поэтому, обязательно напишите свое мнение относительно стоимости и предложенных вариантов. Если же есть информация, с которой стоит поделиться относительно редких выпусков или же, допустим, связки управляющий кассир, я буду только рад, обязательно отвечу на все комментарии. Ну и, конечно же, поддержите лайком. Всего доброго. До свидания.